МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа ДИДЖКХ. С вами Александр Сульдин. Сегодня о проблеме пригородов. Часто в развивающихся поселках не хватает электричества. Котлам отопления его требуется слишком много, а сети, пока еще не развитые, не готовы к таким нагрузкам. Как следствие, частые отключения и холод в домах. Как складывается такая ситуация? Можно ли ее исправить? И что делают энергетики? Итак, Новосибирский район, село Ленинское, микрорайон Благополье. Поехали! Первый по-настоящему крепкий мороз этой зимы семья Савченко почувствовала в полной мере. Под утро пропало электричество, котел отопления в загородном доме перестал греть воду. Когда ночью отключают, ну, днем и ночью, тем более, то, конечно, сразу система вся становится, ночью мороз ниже, и поэтому дома сразу становится значительно холоднее, приходится сразу принимать какие-то меры. Детей всю ночь укутывала сегодня, дети маленькие, раскрываются. Приходилось контролировать, всю ночь не спала. Днем тоже теплые кофты. Дочка Саша, сыновья Даниил и Вениамин, очень активные, любят играть на полу. А батареи чуть теплые, в комнатах плюс 15 с небольшим. Напряжение такое, что котел прогреть до необходимой температуры невозможно. Обычный чайник кипятится четверть часа. Вольтметр для отца семейства самый востребованный – домашний прибор. Ну, 164 вольт. А вот буквально минуту назад было 180. Да. Лампы Эдисона, которые должны работать, тут светодиодные. То есть они не горят от слова вообще совсем. Буквально через 10 минут лампы загорелись, потом снова погасли. Напряжение низкое и скачет постоянно. Несмотря на то, что многие соседи отключили электроприборы и уехали на работу, и нагрузка вроде бы должна уменьшиться. Это проблема в поселке с начала зимы. За электроснабжение микрорайона Благополе отвечают региональные электрические сети. Местные жители неоднократно обращались в компанию. Звонил, не знаю, представился замначальником СРЭСа. Сказал, что до конца декабря они должны поставить новый трансформатор сюда, на нашу линию. Они знают о нашей проблеме. Мы подавали через ФАФ, через 112 звонок. В региональных электрических сетях эту информацию подтвердили, заверили. После принятия технических мер в декабре напряжение станет нормальным. Куда обращаться в такой ситуации, как правильно оформить жалобу и подать ее, даже не выходя из дома? Об этом в нашей инструкции. Куда обращаться, если в сети не хватает напряжения? В первую очередь нужно узнать в собственности какой компании находится сеть. Далее необходимо обратиться в эту компанию. Большинство сетей в Новосибирске принадлежит компании «Региональные электрические сети». Оставить свое обращение можно на сайте компании. Необходимо зайти на сайт компании и найти на главной странице иконку обращения по учету и качеству электроэнергии. Далее необходимо кликнуть по соответствующему значку и заполнить открывшиеся окошки, лаконично описать ситуацию, которая стала причиной подачи обращения. Каждую заявку регистрируют, обрабатывают и передают на исполнение в соответствующее территориальное подразделение региональных электрических сетей. Общий срок исполнения может существенно различаться в зависимости от вида работ. При этом клиенту предоставляют обратную связь по контактным данным, указанным при оформлении заявки. При отключении электроэнергии на территории Новосибирска и ближайшей агломерации региональные электрические сети осуществляют автоматизированный прием звонков с помощью роботизированного центра обработки телефонных обращений. Сервис может принимать одновременно десятки звонков. Абоненту не нужно ожидать ответа диспетчера на линии. Необходимо только назвать полный адрес. Робот распознает голос и сформирует автоматизированный ответ о причинах отключения и сроках восстановления электроснабжения. Немного отмечемся от проблемы электроснабжения пригородных поселков. В этой части нашей программы мы говорим о том, как благоустроить свой дом. Сегодня настоящий мастер расскажет и покажет, как придать обычному деревянному столу лоск благородных пород древесины. Какова технология, какие материалы используют и какие хитрости у этой работы. Посмотрим. Сегодня мы производим операцию фонирования. Это операция для нанесения ценных пород шпона на заготовку для дверного полотна. Она выполнена из сосны. Сосна идет с определенными пороками. Некрасивая у нее текстура. Чтобы нам это все спрятать, мы можем это дело все зафонировать. Складываются детали таким образом в рубашке, чтобы текстура была, совпадала. Шпон набирается в так называемую рубашку. В данном случае наша рубашка будет состоять из двух деталей. Она набирается при помощи малярного скотча обыкновенного. Стыкуется. Главное состыковать таким образом, чтобы у нас не было зазоров между деталями. Это все плотно очень зажимается. И несколькими кусочками малярного скотча все это заклеивается. Впоследствии клей наносится на нашу деталь. На нашу деталь. И зажимается уже в прессе на определенное количество времени. Он просто на холодную прессуется. Температуру в данном случае мы не включаем. В домашних условиях в принципе да. Да, это достаточно сложно, конечно. Нужна необходима очень широкая, мощная заготовка. Опять-таки при помощи ручных струбцин. Мы в данном случае используем наш профессиональный клей. ПВА клей, который разводится чуть-чуть, разбавляется для того, чтобы он был пожиже. Наносится определенный слой. Очень много клея нанести нельзя. Здесь уже это нарабатывается как бы опытом. Потому что если нанести очень толстый слой клея, то впоследствии при зажатии его в пресс, при прессовании, этот клей может проступить насквозь шпона. Крупная коммунальная авария оставила без тепла левобережье Новосибирска. На улице Плохотного возле дома номер 107 прорвало теплотрассу диаметром 70 сантиметров. Из системы утекло слишком много горячей воды. Она залила несколько улиц. Батареи остыли в большинстве домов Ленинского и Кировского районов. Поврежденный участок трубы заменили в первые сутки аварии. Восстановление отопления заняло минимум три дня. По данным теплоснабжающей организации, управляющие компании выполнили перезапуски систем теплоснабжения в домах Левобережья 13 января к 22 часам. Массовые отключения из-за последствий урагана в 54 населенных пунктах без света временно остались 4,5 тысячи человек. Ветер до 30 метров в секунду обрывал линии электропередач, валил на провода деревья и даже сорвал крышу в чулыми. Большинство повреждений удалось оперативно устранить. Сейчас электроснабжение восстановлено. В Новосибирске стало меньше опасных бродячих собак. В ходе отловов бездомных животных за прошедший год с улиц города забрали 720 собак и почти сотню кошек. Из них новый дом обрели больше 300 питомцев. Всего в 2023 году ветеринары стерилизовали 630 бродящих животных и еще 700 привели от бешенства. И возвращаемся к ситуации с электроснабжением новосибирского пригорода. В селе Ленинское продолжаются проблемы с напряжением в сетях. Один из жителей Благополе сообщил, что обратился в Новосибирск энергосбыт, заполнил специальную форму на сайте, сначала описал проблему с недостатком напряжения, позже обозначил необходимость перерасчета размера оплаты услуги. Это требование удовлетворили. Теперь абонент не будет платить за свет, пока ток в его доме не достигнет необходимых параметров. В региональных электрических сетях сообщили, что работают над повышением качества электричества. Сейчас в морском сельсовете готовится к запуску большая подстанция. Называется «Залив». Монтаж оборудования продолжат после того, как спадут морозы. С вводом объекта в окрестностях появятся необходимые электрические мощности. В эфире была программа ГИДЖКХ. С вами был Александр Сульдин. До встречи на следующей неделе. В будущий вторник мы поговорим о проблеме многострадального дома в Левобережье, Новосибирске. В его подвале скапливаются канализационные стоки со всей округи. Иногда вода поднимается до такой степени, что затапливает электрощит, который располагается под землей. И тогда многоэтажка остается без света. Как сложилась такая ситуация и делается ли что-либо, чтобы ее исправить, разберемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова